Сергей Грабский, военный эксперт с нами на связи. Сергей, здравствуйте, рад вас приветствовать. Доброе утро. Доброе утро. Говорил Зеленский о попытках россиян захватить Солидар. Говорил, так выглядит безумие. Безумные заявления были со стороны Российской Федерации, что якобы уже там Пригожин все уже захватил, уже хозяин барин. Что вам известно о реальной ситуации в городе? На сегодняшний день бои в городе продолжаются. Есть видеоматериалы, которые позволяют зафиксировать присутствие солдат-противника в центральной части города. Но это не говорит о том, что город взят под контроль Российской Федерации. Точно так же продолжаются бои на окраинах города. То есть противник наряду с фронтальными атаками пробует прорваться с флангов, окружить город и таким образом вытеснить наши войска. Ситуация действительно очень тяжелая, сложная, но наши подразделения продолжают оборону города на тех рубежах, которые они удерживали на вчерашний вечер. И говорить о том, что город захвачен, было бы, мягко говоря, преждевременно. Вот мы уже озвучивали информацию аналитиково-американского института изучения войны, что российским оккупантам не удалось захватить город Солидар на Донецкой области. Я специально посмотрел даже по карте, думаю, может быть, я что-то путаю. Нет, не путаю. Бахмут, а северо-восточный от него Солидар. Соответственно, сейчас очень много противоречивой информации как раз по поводу этого населенного пункта. Но главным образом идет такая информационная волна от Пригожинских, от ЧВК «Вагнер», что якобы они там контролируют, что-то взяли, контролируют вообще все входы и выходы в населенный пункт, что не соответствует действительности. Но помимо, я имею в виду географическое расположение, помимо того, что ЧВК «Вагнер» пытается доказать свою эффективность, хотя мы знаем, что там воюют и десантные части, то есть российский десант оккупационных войск тоже принимает участие в штурме Солидара, как и Бахмута. Соответственно, кроме пиар-составляющей, какое еще значение может представлять Солидар, находящийся, я напомню, северо-восточнее Бахмута? Ну, в общем-то, мы говорим о Солидаре как о одном из фартов Бахмутской крепости или Бахмутского крепрайона. Таким образом, это попытка продавить, в общем-то, ситуацию на Бахмутском направлении. И противник, пытаясь прорваться в районе Бахмута, он в последнее время отказался от так называемых фронтальных атак на Бахмут и теперь пытается обойти Солидар, вернее, обойти Бахмут с севера с Солидара, перед этим он пытался то же самое сделать в районе Курдюмевка-Клещеевки, но это ему, в общем-то, не сильно удалось. Поэтому сейчас они решили действовать методом последовательных ударов, то есть сосредоточили все имеющиеся силы для того, чтобы бросить их в такую достаточно отчаянную и, простите, малополезную атаку на Солидар. Насколько их хватит сказать трудно, то есть насколько высоким является их болевой порог потерь, тоже оценить достаточно сложно, потому что они с потерями не считаются и бросают в бой все новые и новые подразделения. Для нас позиции в Солидарии, они удобны тем, что на окраинах, в том числе города, на западных и северо-западных окраинах города, есть повышение местности, которое позволяет нам, в общем-то, простреливать этот населенный пункт и наносить поражение противнику. Поэтому с военной точки зрения очень трудно объяснить такое упорство, с которым противник продолжает свои попытки захватить город. Но, вероятно, здесь есть какие-то внутренние задачки, которые поставлены противнику для того, чтобы взять этот город. С военной точки зрения это достаточно бессмысленное занятие на сегодняшний день. Тем более, если посчитать, на какое расстояние противник продвинулся с 24 февраля 2022 года именно в этом направлении. Говорили тоже, да, продолжу, Сережа, то, что говорил по поводу Американского института изучения войны. Они говорили, даже если Солидар и захватили бы россияне, все равно это бы не привело к тому, чтобы окружили они Бахмут. И говорил тоже, озвучивал информацию Арестович о том, что Солидар в полуохвате, а вот дорога, именно ведущая к городу, она как раз таки попала под огневой контроль армии Российской Федерации. Насколько это сейчас для украинской армии, понятное дело, это горячая точка, это тяжелая точка. Насколько сейчас украинская армия готова, может обороняться и вытеснить все-таки и тех же ЧВК, и тех же россиян дальше? Да, действительно, есть такая информация, что дорога, которая ведет в Солидар, она попала под огневой контроль, противник может простреливать. Но это не значит, что полностью прекращено снабжение Солидара. Насколько украинская армия может удерживать, но сражаясь с превосходящими силами противника уже несколько дней, мы говорим о том, что мы удерживаем позиции на этом направлении. Мало того, мы знаем, что определенные резервы туда перебрасываются, и до тех пор, пока будет сохраняться целесообразность обороны этого города, потому что, давайте говорить откровенно, обороняться на куче щебня в полностью разрушенных укреплениях просто не представляется возможным. Так вот, до тех пор, пока будет сохраняться целесообразность обороны этого города, мы будем продолжать это, потому что это одна из задач оборонительной операции, то есть изматывание противника и уничтожение его наступательного потенциала. Я просто здесь хочу напомнить ситуацию, которую мы имели ранее в Северодонецке и Лисичанске, когда мы вели оборону города. Противник, да, давил, противник, да, наступал, противнику, да, удалось прорваться и захватить Лисичанск и Северодонецк, но на это, в общем-то, его наступательный потенциал и прекратился, и до сих пор мы удерживаем позиции в районе Белогоровки, то есть, таким образом, со 2 июля ситуация практически не поменялась. Примерно такая же ситуация наблюдается и здесь, то есть противник, да, продолжает давить, противник, да, пытается прорваться вперед, но насколько их хватит и самое главное, что будет потом, непонятно. В общем-то, в этом и есть суть задачи, которая поставлена вооруженным силам Украины, сорвать наступательные потуги противника и заставить отказаться его от продолжения наступательных действий. Так вот, по поводу целесообразности, еще одна цитата. Украинский солдат из 46-й аэромобильной бригады, сражающейся в Солидаре, сообщил СНН, что ситуация критическая, а число погибших настолько велико, что никто не считает погибших. СНН не называет его имя по соображениям безопасности. Приведу цитату. Ситуация критическая, сложная, мы держимся до последнего. Никто не скажет вам, сколько там убитых и раненых, потому что никто не знает наверняка ни один человек. Ни в штабе, нигде позиции постоянно захватывают, перехватывают то, что сегодня было домом, на следующий день становится домом Вагнера. Ну и наоборот. Соответственно, вот тут бы хотелось понять целесообразность. Если вы говорите, что, возможно, не будет целесообразно удерживать, то тогда есть ли смысл удерживать этот населенный пункт сейчас, если в любом случае рассматривается вероятность отхода из Солидара? Безусловно. Я об этом, собственно, и говорил, что есть определенные параметры, по которым можно определить целесообразность удержания. То есть до тех пор, пока мы имеем подготовленные позиции, да, мы несем потери. Да, безусловно, потери есть и потери серьезные. Но нужно понимать, что это война и потери противника, которые атакуют защищенные позиции, гораздо больше. И пока эти защищенные позиции существуют, безусловно, есть необходимость оборонять этот город. И в конце концов, знаете, я сам общался с ребятами, которые там находятся, тоже задавал примерно такой же вопрос, говорю, насколько это целесообразно. Но здесь есть еще такой моральный аспект. Они говорят, отступать можно долго и нудно, извините, но это наша земля, и нам ее возвращают. То есть каждый шаг назад, то есть на освобождение будет стоить таких же жертв. Поэтому мы должны упереться и держаться до тех пор, пока будет возможность держаться. Совершенно колоссально разная тактика у Российской Федерации и Украины, когда украинская армия считается жизнями солдат, когда важен вопрос, какой ценой освобождение, какой ценой удержание и так далее. При этом всем Путин бросил колоссальное количество солдат, ну и на Бахмутское направление, да, и сейчас у Солидара, и потери велики. Но насколько в плане личного состава измотан сейчас противник именно в районе Солидара? Вы знаете, здесь очень трудно оценить, потому что вы уже, собственно, ответили на вопрос, объясняя это тем, что противник бросил туда достаточно серьезные силы, и они проводят наступление, знаете, свежими ресурсами, то есть бросают в бой все, что они могут собрать, и действительно показателем того, насколько упорные бои там продолжаются, есть тот факт, что в боях задействованы не только вагнеровцы, и так называемая народная милиция ЛНР, ДНР, но и регулярные части российской армии. Они достаточно свежие, то есть они просто, как говорится, вступают в бой сходу, поэтому говорить о том, что противник сильно измотан, пока не приходится. Но нужно понимать, что уничтожение именно вот этих вот наиболее подготовленных частей, оно позволяет нам в том числе выиграть время и притянуть наши резервы. И измотав противника, мы просто заставляем его отказаться от наступления. И здесь уже речь идет не настолько, насколько они измотаны, а настолько, насколько большие потери они понесли. То есть нужно понимать, что потеряв около половины личного состава, подразделение или часть теряет свою боеспособность, она не может просто выполнять задачи, это объективная реальность. Поэтому, знаете, мы сейчас там ведем такую очень тяжелую, я бы сказал, кровавую работу по выбиванию личного состава противника, потому что использовать технику ни мы, ни противник там не можем. Это плотная городская застройка, интенсивность боевых действий просто исключает вероятность широкомасштабных артиллерийских обстрелов и использования авиации и танков. Поэтому здесь просто идет противостояние пехоты. Это один из самых кровавых видов боевых действий, о которых мы всегда говорили, а именно бои в городских условиях. И еще о потерях личного состава, в частности, использования мобилизированных российскими оккупантами. Предлагаю сейчас еще обсудить тему удара по зданию ПТУ в Макеевке. Это свидетельство того, как непрофессионализм военного руководства России ведет к большим потерям среди мобилизованных. Такой вывод сделали в британской разведке. Рядом со зданием, где по сообщению Минобороны России погибли российские военные, хранились боеприпасы, которые взорвались во время удара, вызвав вторичные взрывы. И на это обращают также внимание авторы отчета. В российской армии и задолго до нынешней войны были случаи небезопасного охранения боеприпасов. Но этот инцидент показывает, как непрофессионализм способствует высокому уровню потерь со стороны российских военных, считают британской разведки. Уже неоднократно мы обсуждали, что как раз боекомплект содержался там же, где и содержались мобилизованные, либо в здании по соседству, либо в том же здании, просто в подвале элементарно. Скажите, а для чего так непрофессионально распоряжаться кадрами и БК? Потому что, насколько я понимаю, они вообще должны в разных сторонах храниться, а потом просто должен быть подвоз боекомплекта, соответственно, грузовыми автомобилями. Вот, собственно, вы и ответили на свой вопрос. И этот ответ состоит в том, что у противника существуют системные проблемы именно с подвозом, с обеспечением логистикой, логистическим обеспечением. Они просто не имеют достаточного количества транспортных средств, и мало того, они не имеют достаточного количества личного состава, который занимался бы исключительно вопросами логистики. Таким образом, противник вынужден, и знаете, после Макеевки они так и не смогли принять никакого решения, и, в общем-то, такого решения принять невозможно в условиях российской армии. Они продолжают удерживать большое количество личного состава и вынуждены держать определенное количество боеприпасов поблизости мест размещения личного состава. Этот вопрос системный, трудно говорить о непрофессионализме, потому что это, в общем-то, реалии российской армии на сегодняшний день, который заключается в том, что они просто физически не могут себе позволить рассредоточить достаточное количество боеприпасов на большом удалении от мест размещения военнослужащих. Ну, а второй вопрос, мы уже об этом говорили, специфика мобилизованной армии Российской Федерации состоит в том, что командир просто боится рассредоточить личный состав, потому что собрать их потом вместе будет достаточно сложно, сами понимаете. Это и низкая дисциплина, это невысокая мотивированность личного состава, ну и отсутствие действительно серьезной командной структуры, потому что сержант российской армии, это, в общем-то, солдат с лычками и не более того. Таким образом, мы продолжаем наблюдать такие же системные проблемы, которые имеет российская армия на этом направлении, и, к сожалению для них, и, к счастью для нас, мы не видим каких-то существенных изменений, которые говорили бы о том, что они поменяют свою тактику или основы размещения своего личного состава и боеприпасов. Это системная проблема, повторяю еще раз. В контексте последствий как раз таких ситуаций в Макиевке были возмущения даже со стороны террориста Гиркина, российские блогеры возмущались, обвиняли высшее военное руководство в том, что погибли там солдаты. Насколько это значимая потеря в военном плане для российской армии? Насколько это значимая потеря в информационном пространстве? Потому что информационное пространство также влияет и на солдат российской армии. То, что это потеря, и потеря очень существенная, но говорит о том, что если штатная численность батальонной тактической группы, это примерно 850 человек, ну пусть будет 900 для ровного счета, то есть они одним ударом потеряли личного состава больше половины батальонной тактической группы. А мы перед этим с вами говорили, что если воинская часть потеряла до половины личного состава вооружения и боевой техники, она просто теряет боеспособность. То есть фактически одним ударом в течение очень короткого периода времени мы нанесли поражение противнику, которое вывело из боевой работы целую батальонную тактическую группу. И эти потери сопоставили, в общем-то, с суточными потерями российских оккупантов, согласно докладу нашего генерального штаба. А если противник, я имею в виду российских оккупантов, не считает, по сути, мобилизованных, то так ли это критично для них? Потому что сейчас, например, речь идет о том, что мобилизовали, например, 300 тысяч, а дальше уже говорят о полумиллионе, которых собираются мобилизовать. Соответственно, 800 тысяч, ну, достаточно просто закрывать потерю даже 600 мобилизованных. Ну, вы знаете, насколько это критично, есть такая фраза «здесь и сейчас». То есть, когда нужно прикрыть какой-то участок фронта, мне нужны солдаты «здесь и сейчас», именно в этом месте. А если прикрыть нечем «здесь и сейчас», значит, создается оно как бы предпосылка к прорыву противникам, то есть нами на этом участке фронта. Да, мобилизованные есть, да, они как бы готовятся, но их нужно еще подвести, их нужно разместить и поставить боевые задачи. А это все время, это время и еще раз время. И именно фактор времени здесь играет на то, что, имея большое количество, в общем-то, мобилизованных, противник, неся такие потери, исключает фактически вероятность того, что они могут использоваться именно здесь, именно на этом направлении. Таким образом, знаете, это, как вам сказать, напоминает неповоротливого мастодонта, который пытается где-то что-то сделать, но он не успевает, потому что ему наносятся такие болезненные уколы, которые просто заставляют его отходить. Вот примерно такое сравнение можно здесь применить. Сергей, спасибо вам огромное за вашу аналитику. Нашим зрителям, напомню, Сергей Грабский, военный эксперт, был с нами на связи. Обсуждали мы ситуацию на фронте и говорили мы, в частности, и по ситуации в Солидарии, по Макеевке. Продолжение следует... Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует...